всем привет у нас заказ на такие цветочки для оформления обувного магазина для целой сети на самом деле мы весной в начале весны уже сделали партию таких цветов и сейчас вот до заказ и я решила снять для вас мастер-класс может быть полезно у нас на маленькие цветы и на большие мы с вами сделаем большой цветок запросе до четкий размер то есть цветы должны быть 60 сантиметров в диаметре и 25 и определенный цвет определенная форма серединка то есть это не я придумала это не моя фотография то есть они четко прислали рисунок какая какой должен быть цветок вот и выбирали два цвета выбрали вот такой малиновый и такой фиолетовый но не знаю как у вас передает экран вот поэтому сейчас вот это 572 это 593 бумага итальянская гофрированная 180 грамм плотность я уже сделала круг для большого цветка который будет в диаметре 60 сантиметров круг я сделала из картона краешки обклеила обрезками такими полосочками бумаги чтобы нигде этот картон в цветке не было видно и сейчас вам скажу диаметр но у вас возможно будут другие размеры цветов вот у меня картоночка где-то 24 с половиной разобрала просто какую-то из коробок и у нас будет сейчас работать так берем картонку отметили центр круга и какие лепестки нам нужны у меня будет три ряда у маленьких у меня два ряда лепестков у больших цветов будет три ряда я здесь высоту лепестков у меня получилось три высоты то есть у меня вот такой формулы лепестки первый лепесток первый ряд я сейчас буду по делениям вам говорить пять полных делений то есть у гофрированной бумаги итальянской есть деление и вот первый лепесток 5 делений второй лепесток 6 с половиной делений и третий ряд 7 делений а ширина лепестков но тоже приблизительно не будет по кругу 6 в каждом моряде 6 лепестков ширина первого примерно где-то если не растянуты они меня просто же растянули где-то 18 широкой части второй ряд 24 и третий ряд 26 с половиной я подготовилась заранее потому что в принципе как резать бумагу тут наука небольшая форма такая вот произвольные практически но форма лепестка может быть даже чем-то на лепесток иона похож вот такая форму я вырезала уже много клеить я начну не с первого ряда а со 2 2 ряд будет клеится наверх круга третий ряд будет клеится под низ и потом внутри будет уже вот первый ряд то есть берем лепестки 2 ряда и вытягиваем таким образом можно вот так берем термоклей и как я уже сказала начинаю с первого ряда первый лепесток приклеиваем не полностью оставляем один свободный ряд чтобы последний лепесток подсунуть под 1 чтобы не было видно где начало где конец цветочка и вот здесь делаем пока клей еще не застыл такую складочку эта складочка даст нам ребро по жесткости плюс я проверяю мне нужно чтобы от центра было где-то 30 сантиметров потому что не цветок нужно 60 сантиметров все так и получается вот здесь вот если не приклеил дать лепесток то можно нанести дополнительно клей а клей у меня закончился первый лепесток приклеили напоминаю что один край у нас свободный приклеенный и берем следующие следующий лепесток мы приклеиваем уже полностью клей тут не жалеем и естественно приклеиваем на тот ряд на ту часть лепестка 1 которые приклеены у нас и делаем вот такие вот складочки чтобы у нас лепесток не падал это дает ребро жесткости дополнительные естественно мы накладываем на первый лепесток чтобы между ним было небольшое расстояние для чего нам нужен центр отметить чтобы мы визуально вокруг него создали ровный круг плюс-минус чтобы цветок у нас круглый вот здесь картонки подклеиваем и здесь к лепестку продолжаем дальше по кругу сдвигаем пока клей не застыл просто повторяю уже до сдавая ребро жесткости у лепестка прикладываем да им а В итоге у меня просится сюда еще один лист, хотя я планировала шесть, но так бывает, то есть я слишком большое, может быть, на клей сделаю. И складочку, кому удобнее, можно делать вначале, вот так на клей сажать, делать ребро, но мне удобнее прямо вот на самой картонке это делать. Как-то так мне проще. Последний лист под первый у меня будет заходить. Разберегаю. Вот в этой части у меня листок прям приподнимается. И первый приклеиваем к последнюю. Теперь берем лепестки первого ряда. И буду приклеивать. Мне не страшно оставлять здесь картонку ее видно, потому что у меня здесь будет яркая серединка с желтой тушью, с бумагой. Первый лепесток приклеиваем не полностью. Я делаю так, чтобы он еще больше сюда не торчал. Лежит лепесток. Вот так вот сдвигаю вот здесь и он поднимается. Можно что-то тяжелое сюда ставить, чтобы не держать гирьку небольшую, либо ту баночку, с водой даже. Вот так вот. Продолжение следует... Первый подсунули... Последний подсунули под первый, и первый приклеиваем на последний. Подклеиваем везде, где нам не нравится, где у нас, возможно, клея не хватило. Все, и переворачиваем. Теперь у нас будет с обратной стороны кругу приклеивается последний ряд. Смотрим, вот эти места можно подклеить, а можно, в принципе, и нет. У нас будет с вами 6 лепестков. Как глубоко приклеивать, мы смотрим уже по нашему цветочку. То есть мне не нужно увеличивать диаметр, потому что цветок уже получился 60, мне этого достаточно. Я просто хочу его сделать более густым. То есть, в принципе, ненамного можно вот так вот отступ сделать. Посмотрели, вот так вот перевернули. Здесь уже понятно, да, какая глубина. Также наносим клей уже на внутреннюю часть лепестка. Приклеиваем его, опять же, не полностью. Только один край, это первый лепесток у нас. И клеим его на стык предыдущих. Также делаем небольшую складочку для жёсткости. Вот настолько немножечко он у нас наступает. Приклеиваем следующий лепесток. Уже полностью его приклеиваем. И приклеиваем на внутреннюю часть лепестка первого, которая приклеена. И делаем вот такие вот складочки. Можно заранее сделать, можно прямо на цветке. Мне быстрее на цветке это сделать. Приклеиваем. Приклеиваем. И первую приклеиваем полностью. Теперь осталось сделать серединку. Вот такой вот фантазийный удрявый цветочек. Серединку буду делать из 577 номера. Это номер цвета. Два деления у меня где-то высота идёт. Я уже скатала вот такой центр. Но, вы как видите, он маловат, узковат в диаметре. Мне нужно сделать ещё. Я складываю 4, а можно даже 8 раз. 8 слоёв. Потому что ножницы у меня хорошие. И просто вот так, не до конца, не разрезая, не прорезая до конца, делаю вот такие вот. Нарезай полосочки. Насколько широкая вам нужна вот эта серединка, вы ориентируетесь уже на свой цветок, естественно. И при помощи термоклея... ... Сейчас я буду примерять к моему большому футку. Но сначала я... ... ... ... ... ... Ну, в принципе, мне всё устраивает. То есть, такая вот будет серединка. Но прежде чем склеивать, нам нужно будет приклеить чашелистики сюда. Вот это всё надо прикрыть, потому что цветок будет висеть не на стене, а на такой вот сетке деревянной. Как-то типа садовой перголы. Вот, боюсь ошибиться. Ну, то есть, задняя часть цветка будет видна, поэтому её нужно прикрыть. Чашелистики вырезала я из зелёной бумаги. Цвет, по-моему, травяной называется. Размер просто вот подбирайте под ваш цветок. И с небольшим наклёстом. Тут у нас осталась серединка, да, видно картон. Можно просто приклеить вот в зелёный кружочек. Если где-то отходят чашелистики, вот, не приклеились, можно добавить клею, держать. Нам нужно сделать крепление. Вот такое мы придумали. Они сюда... Ну, как бы, шпалера, так они назвали, вот, деревяшечка. И они на неё вот так вот обмотают, а лишнее просто кусачками уберут. Это проволока флористическая, где-то один миллиметр. То есть, здесь на большой цветок я сделаю, чтобы четыре проволочки вот таких торчали. На всякий случай, для равновесия, если не нужно, будете. Поэтому протыкаю шилом четыре дырки. Практически, как у пуглица. И вот таким образом. Пока можно вот так согнуть для транспортировки. А серединку нашу просто вот сюда вклеиваем. Здесь немножечко надо проволок вот так вот выпрямить, прям пальчиком. И сажаем просто на термоклей. Можно что-то, опять же, тяжелое поставить, потом её выпрямить. Вот такой фантазийный цветочек с яркой серединкой у нас получился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова